Елисей пытался научить Ниемана тому же, что Иисус учил в Новом Завете. Каждое чудо активируется благодаря движению. У Бога есть чудеса для вас, но Он говорит, «Протяни руку, зайди глубже, сделай шаг к чуду». Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно, Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Скажите, в этом году я буду? Я хочу поделиться с вами местом Писания, которое Бог открыл мне, чтобы показать, что решать, жить мне такой жизнью, которую Он у меня призвал, или нет. Бог не может сделать выбор за вас. Лучшие дни вашей жизни — это ваш выбор. Бог не может выбрать за вас радость. Он дал вам этот подарок, но вам решать, когда его открывать. Принимать его каждый день — это ваше решение. Он дал вам дар свободы над независимостями. Но мы должны сделать выбор, чтобы принять эту свободу, которую Он нам дает. Во втором Петра, глава 1, стих 3, говорится, «Если у вас нет Библии, не переживайте, все будет на экране. Там сказано, как от божественной силы Его даровано нам все». Вот что такое правильная сила, правильный источник. Божественная сила Божья дала нам все необходимое для благочестивой жизни. У вас есть все необходимое, чтобы передвинуть камни, находящиеся на вашем пути, чтобы освободить от токсичного мышления и токсичной лжи, которые вы принимали. У вас есть все необходимое благодаря силе Божьей. Мы не ждем, пока Бог и зальет Духа Святого. Он уже сделал это. Когда мы говорим, «Боже, как бы мне хотелось, чтобы ты решил мои проблемы». Бог говорит, «Я дал тебе мозг, две руки и злил Духа Святого две тысячи лет назад, и Он не ушел». Иисус умер за твои грехи, за твое освобождение. Ты должен принять, поверить, начать действовать. Возможно, вы говорите, «Пол, ты перекладываешь все на Меня». Нет. Я говорю вам, что Бог дал вам все необходимое. Сила уже есть, свобода уже есть, но выбор за вами. Вы не обречены принимать плохие решения. Мы не обречены. Мы делаем выбор каждый день. Во второзаконии сказано, «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты». Ваш выбор определяет то, что вы получите. Если вы хотите, чтобы этот год стал лучшим, чтобы камни были убраны, и вы получили награды, которые Бог подготовил для вас на другой стороне самоконтроля, выбор за вами. Вы можете сказать, «Пол, у меня есть вера, и веры достаточно». Но Иаков говорит, в Иакова, глава 2, стих 17, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вы говорите, что у вас есть вера. Даже демоны верят, что Бог есть. Но вера без дел мертва. Подкрепите свою веру делами. Хватит просить Бога делать все за вас. Начните подкреплять свою веру действиями. Если вы хотите ходить в победе, то, что вам нужно, подкрепить делами. Мое сегодняшнее послание называется «Волшебной палочки нет». Повернитесь к соседу и скажите, «Волшебной палочки нет». Нет ничего, чем бы могли взмахнуть, и все решилось само собой. Нет. Вы должны принять решение, чтобы ходить в этом году в победе. И никто это не сделает за вас. Жена или муж или родители не сделают это за вас. Выбор за вами. Четвертое. Царство. Глава 5, стих 1 рассказывает нам о Неймане. Он был богатым и влиятельным человеком. В первом стихе говорится о том, что Неймана знал царь Ирана. Он был смелым солдатом, влиятельным лидером. У него было богатство и власть. Но в конце первого стиха говорится о том, что у него была проказа. Скажите «но». У всех есть свое «но». У каждого в жизни есть нечто, и это правда. У всех есть свое «но». Все идет хорошо, но есть одна вещь. Есть одна сфера, которая нуждается в переменах. Кому из вас нужно улучшить хотя бы одну сферу жизни? Большинству из нас мы любим тех, кому не нужно. Пусть Бог благословит вас. Мы хотим быть такими же, а у остальных есть сферы, которые нуждаются в улучшении. Мне нужно улучшить свой язык, свои мысли. Я бы хотел просыпаться каждый день и воспитывать себя. Мне бы не помешало больше терпения к моим сотрудникам, к родным, к одноклассникам и так далее. У Неймана была проблема с проказой. Проказа — это внутренняя болезнь, которая становится внешней. Она начинается внутри. Люди могут жить много лет с проказой, не зная об этом. А потом она начинает подниматься на поверхность. Рано или поздно, но происходящее внутри вас выйдет на поверхность. И в этом году наша цель — прогресс, а не совершенство. Как вам стать лучше в тех сферах, в которых вас призывает Бог? Нейман хотел вылечиться от проказа, но не знал, как. Кто-то сказал ему, что есть пророк по имени Елисей. Он живет в соседней стране, Израиле. Тебе лишь нужно пойти попросить его излечить тебя. И он сделает это. Нейман нагрузил лошадей, взял много денег, тысячи серебряных и золотых монет. Он хотел выкупить свое чудо, свой прорыв. Он приехал в Израиль. В восьмом стихе он говорит царю, «Я ищу пророка, который исцелит меня». А царь говорит, «Тебе не ко мне, тебе нужен пророк Елисей». Пророк Елисей сказал, «Пусть приходит ко мне». Он пришел к пророку, а Елисей даже не вышел из дома. Нейман сидел в своем. Эскалейде, ожидая Елисея. В своей колеснице, конечно. В своем роскошном Эскалейде. У него есть деньги. Он одет в лучшую одежду. Он привез весь свой гардероб. А Елисей даже не вышел к нему. Елисей был гангстером. Его не волновало, что думают другие. Он не пытался впечатлить его и просто был собой. Елисей сказал своему слуге, «Пойди и скажи Нейману, что ему нужно семь раз окунуться в Иордан, если он хочет увидеть исцеление. Пойди и скажи ему, чтобы он помылся. Иди помойся». Вот что он говорил. А Нейман подумал, «Как ты смеешь говорить мне, влиятельному и богатому человеку, пойти помыться в грязной реке семь раз, чтобы увидеть прорыв?» Он был раздражен и зол. Но Елисей пытался научить Нейману тому, что Иисус учил в Новом Завете. Каждое чудо активируется благодаря движению. У Бога есть чудеса для вас. Но он говорит, «Протяни руку, зайди глубже, сделай шаг к чуду». Если вам нужно было подойти к раковине в церковный уборный, чтобы помыть руки, то знайте, что вода не потечет, пока вы не поднесете руки под датчик движения. Вы можете кричать на раковину, «Да что с ней не так? Почему вода не течет?» Люди бы сказали вам, «Подставь руку под датчик, он активируется движением». Это все равно, что пойти в зал и начать кричать на штангу. «Почему ты не делаешь меня сильнее?» А штанга крикнет в ответ, «Ты должен поднять меня». Тебе нужны отжимания, нужны пробежки на тренажере, если ты хочешь прийти в форму. Скажите, все активируется движением. Волшебной палочки нет. Иными словами, никто не исправит все проблемы в вашей жизни. Библия говорит, что у вас будет сила воскресения. Та сила, что воскресила Иисуса из мертвых, живет в вас. В 2019 году будут вещи, которые выступят против вас. Это может и не быть идеальный год, но когда вы связаны с источником силы, вы будете подниматься. Ничто не может остановить вас. Я хочу представить вам пять сфер вашей жизни, которые могут изменить вашу жизнь. Кстати, это те пять сфер, в которых вы должны принять решение. Никто не примет это решение, кроме вас. Но если вы сделаете это, это изменит ваш год. Вы можете сделать ваш год продуктивным, радостным и успешным. Итак, первое. В этом году я буду развивать здоровую внутреннюю часть. Я буду развивать здоровую внутреннюю часть. Что я имею в виду? Я говорил о том, что болезнь Неймана началась изнутри. Любая зависимость берет свое начало внутри. Зависимость от порнографии, от наркотиков, от алкоголя начинается с проблем с идентичностью. Чего-то не хватает. Отец бросил меня, когда я был маленьким. Случилось то или это ранило меня. И чтобы справиться со стрессом, мне нужен наркотик, нужна выпивка. Каждая зависимость начинается с мысли, с проблем, с идентичностью. Любой психолог скажет вам об этом. Должно измениться что-то внутри, чтобы изменилось что-то снаружи. Хотите изменить свою жизнь? Тогда нужно изменить свой разум. Так говорит Писание, а не только психология. Римлянам, глава 12, стих 2 говорит, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь или меняйте свою жизнь обновлением ума». Притчи 23 говорят, что «Как человек думает в сердце, таков и он». Будьте осторожны со своим мышлением. Перевод «Радостная весть» говорит следующее. Будьте осторожны с тем, как думаете, потому что ваши мысли формируют вашу жизнь. Ваша жизнь формируется тем, как вы думаете. Ваша жизнь формируется благодаря вашим мыслям. Вот почему Бог не говорит так много об убийствах и геноциде, а говорит о злости и горечи. Не давайте горькому корню вырасти в вас. Почему? Потому что убийство и геноцид начинаются с мысли злости и горечи. Вы будете делать то, о чем думаете. Вот почему важно следить за тем, о чем вы думаете. Это битва внутри. Кто из вас ощущает эту битву внутри? Вы хотите поступать правильно, но ваш плод хочет делать другое, да? Вы поститесь, отказываетесь от определенной еды, а потом видите сияющую вывеску «Криспи Крим». И ваш разум говорит «Не делай этого». Внутри идет война. Хороший я, пытающийся быть здоровым и выдержанным, говорит «Не делай этого, Пол. Не делай. Ты справишься». А плоть говорит «Давай, давай, повеселимся. Ты заслужила, это тебе можно, не сопротивляйся». У вас есть сила, чтобы сказать «нет». И в этом году ваше «нет» важнее вашего «да». Скажите «нет» вещам, которые вредят вашей судьбе. Возьмите под контроль свой разум. Для этого вам нужно питать свой разум, освобождать его и фокусироваться. Вы должны питать свой разум Словом Божьим. Если я хочу стать духовно сильнее в этом году внутри, то должен питать свой разум правильными мыслями. Я должен сфокусироваться на Божьем Слове. Я должен освободить свой разум от токсичного поведения и лжи, которое говорит «так будет всегда». Ты не можешь выбраться, я должен перестать слушать дьявола. Второе. Развивайте в этом году божественные дисциплины. Елисей сказал Нейману «ты должен окунуться семь раз». Это не случится мгновенно, с первого раза, со второго раза. Я ходил в зал и тренировался дважды и не увидел мышц. Я постился два дня и не ощутил прорыва. Я приходил в церковь целые две недели, но не ощущаю духовной трансформации. Вы должны делать это дальше и дальше. Дисциплина это прогресс. Для этого необходимо намерение и действие. Я буду приходить каждую неделю, буду читать Библию. Вам нужна божественная дисциплина. Например, ваша жизнь может измениться благодаря чтению Библии. Мы создали библейский план, который поможет вам прочитать Библию за год. Вы можете нажать «Играть» в нашем приложении и вы будете слушать Библию. Вы также можете читать Библию сами. Вы можете читать ее на своем телефоне или в бумажном виде. Эта дисциплина может изменить вашу жизнь. Когда вы каждый день принимаете Слово Божье через песни, притчи, Евангелия, послания, книги Ветхого Завета, там есть истории и принципы, которые могут изменить вашу жизнь. Молитва это дисциплина, в которой нуждаемся все мы. Примите решение молиться каждый день, не только в кризисе, но и до кризиса. У меня будет молитвенная жизнь. Никто не может принять это решение за вас. Я не могу развивать вашу молитвенную жизнь, но вы сами можете это делать. Молитесь в духе. Молитесь даже, когда вам не за что молиться. Пусть у вас будет это желание. Господи, я буду молиться по пути на работу за свой день, за свое будущее, за свою семью, за свою страну, за нашу общину. Я буду молиться, чтобы у меня была мудрость и принятие правильных решений. Молитва может изменить вашу жизнь. Третье. Развивайте божественные эксперименты. Это может звучать странно, но я постоянно думаю об экспериментах. Общество превратило это слово в грязное понятие. «Я экспериментировал в колледже». Слава Богу, эта фраза позади, мне нужно выбраться из этой фразы. Мы считаем, что эксперименты это что-то противозаконное или неправильное. Но что, если мы будем использовать этот термин для божественной цели? Если вы никогда не постились, никогда не отказывались от чего-то, то почему бы в этом году вам не экспериментировать с постом? Если вы никогда не ездили в миссионерскую поездку, почему бы вам не поехать? А что будет? Пол это рискованно. Я не хочу покидать зону комфорта. Не уверен, что этот эксперимент принесет хорошие результаты. Почему бы не попробовать? В Библии мы видим множество людей, которых шли на риск, исполняя волю Божью. Мне нравится история из 1-й царств, глава 14-й, стих 6-й, где Иоаннафон говорит своему оруженосцу. Если мы останемся здесь, то умрем. Враг окружил нас. Но возможно Бог сделает что-то, если мы не залезем на гору и нападем на врага сверху. Бог может явиться, если мы пойдем на риск. Скажите риск. 4-е развивайте божественный фокус. В Библии было множество людей, которые не имели границ, и это привело их к серьезным ошибкам. Но были и люди, у которых были границы. Они говорили нет определенным вещам, потому что сказать да лучшему. Притчи глава 4-я, стих 27-й говорит «Не уклоняйся ни направо, ни налево, сфокусируйся». В Библии был человек по имени Израиль. И во время этого в Нееме 6-е мы видим людей, которые подходили к нему и говорили «Перестань работать, хватит пытаться исправить все, у тебя есть другие дела». Но Нееме сказал в 3-м стихе «Я делаю великую работу, и я не откажусь от нее». «Я делаю великую работу в этом, и я не откажусь от нее». Есть сферы, на которых я сфокусировался нам. Тебе стоит сосредоточиться на барабанах. Я не призван играть на барабанах. Это будет трата моего времени, сил, таланта и фокуса. Я призван быть чудесным отцом, пастырем, мужем Божьим. Я призван развивать дары, которые Бог вложил в меня. Я буду искать новые пути. Но если вы говорите «Да» каждой возможности, каждому событию, то говорите нуждается в вас. Если вы будете говорить «Да» сверхурочным и говорить «Нет» времени с детьми и супругой, что-то пострадает, я предпочту быть успешным в личной жизни и неудачником в общественной, чем наоборот. А это значит, что мне нужно установить границы. Это значит, что я подведу кого-то. Нам нужно служение отказа. Ты придешь? Я знаю, что ты собирался провести время с детьми, но может ты придешь? Нет. Я принял решение быть семьей. Я хочу увидеть плод в этой сфере. Пол, нам нужно, чтобы ты возложил все на алтарь служения другим, а не детям. Никто не ставит моих парней, как я, их отец. Говоря «нет», я не хочу обидеть вас, просто у меня другой фокус. Хватит ходить в церковь, приходи в наш футбольный клуб, полгода пропустишь, а потом придешь на Рождество. Нет, у меня есть работа, я буду играть в футбол по понедельникам, а в воскресенье я буду в церкви. Пятый и последний пункт. Развивайте божественную силу. Сила это дар, который нужно развивать. Библия говорит, что мы готовы на всякое доброе дело. У нас есть сила Духа Святого на исполнении этого, но Бог не сделает этого за вас. Вам нужно подвинуть камень, но когда вы начнете толкать, Дух Святой даст вам силу. Библия говорит, что мы работали как для Господа. Колоссянам, глава 3, стих 23. Если вы будете прилагать усилия в тех сферах, в которых вы хотите увидеть победу, был один парень, который не мог бросить курить. Он начал курить в 15. К 25 годам он выкуривал по 3 пачки в день. И так было до 40. По 3 пачки в день каждый день. Он с семьей молился. Господи, освободи его от курения, от зависимости. Боже, исправь эту проблему, освободи меня. Прими решение за меня, чтобы я не курил. И тут до него дошло. У меня есть сила, чтобы принять правильные решения. И каждый раз, когда он доставал пачку, то просил помощи у Бога. Он доставал 3 сигареты и выбрасывал их. Он делал так с каждой пачкой. Через два месяца он понял, что не скучает за теми тремя сигаретами. И он начал выбрасывать по шесть. Каждый раз доставая пачку, брал шесть сигарет и выбрасывал их. Дошло до того, что он перестал покупать третью пачку. Теперь у него их было две, а потом одна. На этот день он не курит уже восемь лет. Это был процесс развития Божьей силы. Он сказал, чем больше я полагался на правильный выбор, тем больше у меня было сил. Когда вы начнете толкать камень, вы получите силу Духа Святого. Применяйте это. Когда Нейман начал окунаться в реке, он начал принимать силу. На третий и четвертый раз он начал набирать обороты. И на седьмой раз он принял силу Духа Святого. Пришло его исцеление. Библия говорит, что у нас есть сила воскресения. Это сила, которая воскресила Иисуса из мертвых. В 2019 году будут вещи, которые выступят против вас. Это может и не быть идеальный год, но когда вы связаны с источником силы, вы будете подниматься. Ничто не может остановить вас. Никто не может изменить ваши отношения. Вы приняли решение. В этом году я буду вставать, буду приходить, буду брать ответственность. В этом году я выйду. Со своей рамки буду развивать все те дары, что он дал мне. Хоть праведник упадет семь раз, он поднимется, поднимется раз и навсегда. И это будет мое решение, потому что я так захотел, и я так сделаю. Я изменю все раз и навсегда. Я надеюсь, что это послание стало одобрением для вас и напомнило, что Бог не закончил работать с вами. У вас есть сила, чтобы подняться и быть тем, кем он видит вас. Но не забывайте, что волшебной палочки нет. Бог не сделает все за вас, если вы не двинете пальцем. Бог ищет действий за вашей верой. Вы можете сказать полную я думал, что все по благодати, что благодать Божья сделает все в моей жизни. Да, но благодать это сила. это не разрешение на лень. Благодать это сила, чтобы быть дисциплинированным, чтобы подтверждать молитвы делами. Если вы молитесь об исцелении, начните правильно питаться. Если вы молитесь о восстановлении брака, начните лучше относиться к супруге. Если вы молитесь о хороших отношениях с детьми, проводите время с ними. Подтверждайте молитвы действиями. Не думайте, что Бог сделает все сам. Выполняйте свою часть. Я знаю, что это звучит жестко, но это то, что нам нужно. Нам нужна истина в любви, которая поможет нам принять эти решения. Хватит перекладывать все на Бога, родных и остальных. Вопрос победы над зависимостью. Примите сегодня решение сделать шаг, который подкрепит вашу молитву. Повторите это со мной. Если вы в больнице, дома, у родителей, у друзей, повторите эту молитву со мной. Скажите, Иисус, я отдаюсь на Твою волю, веди меня своим путем. Боже, я устал от оправданий. Я знаю, что Ты просишь, и в этом году я сделаю это. Я буду повиноваться Твоему Слову. Я верю, что Ты получишь славу в моей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог любит вас, и Он за вас. Наша церковь также с вами. Все наши служения доступны в интернете. Вы можете прийти к нам или посмотреть нас на сайте. Мы очень любим вас и молимся за вас. Ваши лучшие дни впереди. Будьте благословенны. Без дней are right in front of you. на сайте. Спасибо. Продолжение следует...